друзья всем привет из хургады с вами канал хочу на море я на и таисы которая сейчас за камерой и мы начинаем свое видео на улице шери и идем исследовать отель сан-эн-си не сильно мудреное название солнце и море посмотрим сколько там солнце сколько там море вообще не знаем ничего про этот отель поэтому вот приглашаем вас вместе с нами посмотреть и чушь там такое то вообще забронировали мы его на один день на букинге за 29 долларов на завтраках и ужинах потому что все включено вообще не было вот поэтому посмотрим еще на месте что там у нас можно ли добавить себе обед или нельзя добавить себе обед ничего про него не знаем поэтому давайте с нами и составим свое суждение по поводу отельчика потому что в турах он встречается стоить может дешево вот реально соотношение цена и качество будем исследовать вот поэтому оставайтесь с нами подписывайтесь на наш каналчик ставьте лайки или дизлайк если кому-то что-то не нравится от улицы шери по широтону идти до отеля сан-эн-си примерно в районе метров 800 шери у нас находится вот здесь где стоят маршрутки отель сан-эн-си находится вот там сегодня тепло посмотрим как нас встретят видите как нас встречают с улыбкой все нормально останется только формальности как всегда в любом отеле и все ухты как ничего так не скажу друзья мы заселились отель сан-эн-си и нам достался номер 430 ну номер не новый конечно совсем не новый не карточка ключ который вставляется заходим место для чемоданов все такое деревянное и старое ну вроде бы все работает конечно пыли тут достаточно в этих шкафах сразу заскочим в ванную вот такая вот ну даже и работает самое прикольное полотенца ванная конечно примученная немного так туалетная бумага раковина туалет вот больше тут ничего нет вентилятор ну как бы не лакшери ну и не ужас заходим в комнату холодильник отдельно стоящие две большие кровати встроенный кондиционер поищем потом будет ну холодильник чистенькие внутри пустой чистый холодильник но сверху вон какой-то грязнова зеркало конечно его никто не мыл но да бог с ним телевизор причем каналы русские есть уже идет а постель поменяна поменяна вроде да ну белье но белье застиранное конечно в предел вот кровати большие мягкие вообще отличные торшерчик и балкончик который мы тут имеем балкон большой два стульчика пепельница вид на море и на отель санрайз пальмы внутри территория небольшая это тебе нравится ты ожидала худшего от отеля за 28 с половиной долларов если быть точным вообще для меня ну ничего так при условии хорошей погоды отлично если этот отель настолько дешев то в принципе для отдыха не притязательным туристам во всяком случае номер пока нормальный нормальный ну ничего будем из старый но старый до старый он чистый за ним ухаживают и вот эти вот они вымытые столешницы конечно да там телевизор вот такие моменты что-то тут непонятно ушатанный запаха нет никакого не курева ничего пойдет в общем будем исследовать отель дальше да что хочется сказать никакого геля для душа здесь нет только кусочки мыла вот про шампунь я уже вообще молчу теперь никакого чая кофе чайника и бутылок воды в номере тоже нету так что имейте это в виду насиливана трогает бассейн холодный ой нет он еще холодный и предполагала конечно естественно ну территория плюс-минус такая маленькая уютная территорий к наличие файл это уже большой плюс до пляжа друзья от отеля санан сети совсем недалеко если кому интересно вот он и есть вход пляж проходим не разрешается заходить на пляж с едой и напитки но сумку у нас никто не проверял так что на пляже есть бар естественно он будет платный пляж ну тут такой мелкий вообще маленький надо выбрать себе где-то лежачок или даже два полотенце где-то вол-центр не знаю пока не вижу друзья конец марта пляж отеля сан энси вот это вот весь пляж на пляже выдают полотенца и желает хорошего отдыха температура воды 23 градуса что хочется сказать что сравнению с мартом она потеплела уже на два градуса вот такой вот тут пляжик не больше примерно метров 25 шириной вот такой вот водичка чистая даже если будете тут снорклить есть кое-какая рыба вот пугливая правда но рыба есть прикол в том что вот этот пляж он граничит вот там с целой чередой платных приватных пляжей и вот там вот видны темные пятна в море с этих пляжей может быть какие-то ну скорее всего мертвые но кораллы там присутствует возможно там есть рыбка вот здесь вот таиса плавала она ничего не снимала но где-то какая-то рыба попадается крупные граничит с пляжем отеля sunrise вот такой тут вот пляж в отеле sunrise кстати я ожидал большего ни разу мы не были в этом отеле что-то тут территория ее нет практически как мне кажется ну такой пляж тоже утоптанный песок загоны от ветра правда развлечений бар и все остальное здесь сервис конечно будет неплохим стоит ли это в четыре раза больше чем от алисан нс как считаете напишите пожалуйста вот такой вот пляж особо снимать нечего лежаков здесь немного на этом пляже единственное вот вопрос который возникает у меня сразу ладно людей мало пляж маленький но сам отель не маленький если он будет заполненный все ломануться на пляж хватит ли тут места если кто в этом отеле отдыхал в разгар сезона напишите как она здесь не тесно ли было вам хватало лишь ли лежаков вообще красное море это красное море испортить его конечно можно для этого надо годы пока что здесь вроде неплохо друзья на пляже есть бар он платный и вот стоимость есть меню баре есть это окей так мы идем на ужин в отеле сан-ан-си что там ожидать на этом ужине бог его знает атмосфера в отельчике приятная вечерняя есть пальмы коты столики на улице пахнет какой-то едой сейчас посмотрим что тут дают вот это вот у нас ужин что-то там дают такое что здесь из чекен поставка шамена тут есть соки и это наверное какой-то суп но не подписан но какой-то суп столик с салатами салатами просто чуть-чуть овощей и чуть-чуть хлеба еще тут есть пару пирожных и дыня вот все короче курица кусочек рыбы рис ну в общем так можно что-то поесть короче ужин на минималках на меня анимации конечно здесь не присутствует поэтому ничего сказать не можем но территория прикольненькая вот я по ней сейчас гуляю здесь вот находится кафешка ну конечно платная это вход на ресепшен есть номера в главном корпусе а нам достался вот на четвертом этаже вот здесь вот тут за этими пальмами номер ну ничего не могу сказать плохого по территории а что касается еды видимо просто мало людей ну такой скудной еды пока мы еще не встречали не то чтобы там прям нечего есть но выбора вообще нет посмотрите на ужин в этом отеле ась но вот скажи все за плюсы и минусы этого отель сижу и думаю что не так на самом деле вот красиво чисто аккуратно сижу вот море там видно вода замечательного цвета ну ну что не так на самом деле не хватает вкусовых качеств у меня у тебя или у или у отеля не хватает качеств вкусовых твои вкусовые рецепторы привыкли к чему-то более богатому и насыщенному да кому-то подойдет может быть а кому-то кто рассчитывает на что-то большее но людей мало в отеле обычно чем меньше людей тем меньше мы когда-то были у нас был открылся только отель в шарме назывался олдвиг мы попали туда одними из первых и в отеле всего было пять человек или 6 и не было шведского стола вот это тяжелое испытание когда тебе приносят и ты даже не можешь выбрать какая была еда шикарная так нас не кормить еда шикарная но она была настолько надоела каждый день каждый день креветки какие-то каждый день были от них уже плохо стало и огромные там сладости вообще все но потом когда мы поняли что нас так кормить будут все время да но весь отель был в нашем распоряжении правда но идем на завтрак в отеле санэнси попробуем покушать больше да тут и что у нас булочки лепешки сыр овощи сыр какие-то чуть-чуть это сахар кофе только кофе и сахар чая вообще не вижу молоко не завтрак юпи делают яичницу возьми для меня еще глазуни баклажанчики какие булочки то что это непонятное вчера что было на ужин колбаса с овощами сухие завтраки все ну такого бедненького завтрака я еще не видел ни в одном отеле даже нет булочек вот этих сладеньких булочек ни одной нету вообще я не хотел вот это вот что-то есть но это наверное с сыром это не сладенькая ладно в общем примерно вот наш вывод от посещения этого отеля если вам поесть то вам не сюда ну во всяком случае до того когда они откроются здесь все включено по полной программе если она откроется как бы в сезон возможно возможно опять же мы этого не знаем если кто-то отдыхал на все включено на этом и в этом отеле напишите было ли тут вообще это то тогда здесь отель может быть ничего так по самому отелю и по пляжу ничего плохого не могу сказать все вроде как нормально вот поэтому вот примерно такое у нас ощущение от посещения этого отеля каждый выберет как говорится для себя ну и цена соответственно 28 у е за вот это вот все за двоих человек за номер в сутки на булкинге правда а на этом мы будем заканчивать обзор с этого отеля если вам было интересно пишите комментарии оставайтесь как говорится с нами на будущее ставьте лайки или дизлайки а у нас все всем пока 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 все до следующей встречи пока